В эфире «Вокруг света» на фрегате «Паллада». История о тех, кто приручил ветер и покорил воду. КАПИТАН КОРАБЛЯ Перефразируя знаменитое «Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом», на флоте говорят «Плох тот моряк, кто не мечтает стать капитаном». Особенно капитаном фрегата, такого как «Паллада». В рамстаксели поднять! 2 ноября 2007 года фрегат «Паллада» вышел в настоящее кругосветное плавание по маршруту. Западная часть Тихого океана, Панамский канал, Атлантический океан, Средиземное море, Суэцкий канал, Индийский океан, Владивосток. 278 дней проведет «Паллада» вдали от родного берега. Все это время ответственность за сам корабль, так и за его экипаж, будет нести один единственный человек – капитан. Вон я! Капитан от латинского «капут», то есть «голова». Почему «голова»? Давайте разберемся. Ну, во-первых, капитан на корабле действительно глава всему. Без его контроля ни одно более-менее важное движение на корабле не происходит. Слово капитана – закон. Сказал, как отрезан. Причем вы вряд ли увидите, как капитан по кораблю ходит и направо-налево команда раздает. Но будьте уверены, он проконтролирует, чтобы команды эти были озвучены и в жизнь воплощены. Отдать все швартовые? Есть! По местам стоять? Есть! Приготовиться к парусному авралу? Есть! Так точно и никаких возражений. Это только у слабых духом капитанов на корабле приказы обсуждаются и бунты случаются. На палладе подобная мысль никому и в голову не придет, тем более, что голова фрегата, сами знаете кто. И пусть некоторые любители бородатых анекдотов уверяют, что голова нужна только для того, чтобы в нее есть. Отставить? Шуточки. Хотя справедливости ради надо сказать, что при приготовлении пищи на камбузе, первую пробу действительно капитанствовала. Как стать капитаном? С этим вопросом мы обратились к голове фрегата Паллада Николаю Зорченко. По происшествию многих-многих лет кажется, что морем я, что называется, думал о море всегда. А в девятом классе уже было железное решение стать моряком, приехать в Владивосток, поступить в морское училище и уже начинать делать морскую карьеру. Сегодня можно с уверенностью сказать, что капитан Зорченко свою карьеру сделал. Но каких трудов стоило ему стать капитаном легендарного парусника? Каких лишений? Решений. Например, в десятом классе Николай Зорченко мог спокойно поступить в МГИМО. В тот год в их сельскую школу как раз пришла разнарядка отправить одного сельского ученика учиться на дипломат. Предложили Зорченко. Но он предложение отклонил. Николай твердо решил стать капитаном, при том, что из морских училищ никаких разнарядок не приходило. Сто человек. Выпускалось нас гораздо меньше, человек, наверное, шестьдесят. И на сегодняшний день на флоте человек пять, семь, восемь. То есть пятидесятилетних моряков, командиров, в общем-то, уже немного осталось. Все-таки условия жизни на корабле, плавание, сама среда, в которой мы обитаем, она, конечно, накладывает. Действительно, условия на корабле суровые. Судовая жизнь держит человека в постоянном напряжении. Даже если повезет, и работаешь всего восемь часов. Все равно остальные шестнадцать понимаешь, что в любую минуту что-то может случиться. И придется куда-то бежать, мгновенно соображать и делать самую сложную работу на все сто. Пока все хорошо, нормально, тут можно быть спокойным. А все неприятности начинаются когда штормит, когда пониженное давление, когда появляются льды, когда опасность при прохождении, когда требуется такая сильная мобилизация всего организма. Вот тогда необходимо это умение. Николай Зорченко всеми необходимыми умениями обладает. Именно поэтому его карьера как-то сразу и довольно быстро пошла вверх. Карьера шла очень быстро. Два рейса. Третьим помощником тоже стал вторым помощником. Два, наверное, больших рейса вторым помощником. Перешел в старпом. И, ну, в общем-то, все это шло хорошо, нормально и не тяготило. Уклад у морской жизни особый. Рейс шесть месяцев, сорок суток стоянки. Рейс четыре месяца, 22 дня стоянки и так далее, и так до бесконечности. Конечно, трудно, но Николай Зорченко к такому укладу всегда относился с пониманием. Впервые свой отпуск в 75-м году пришел на флот. А свой первый отпуск у меня был в 82-м году. То есть практически как-то так. Ну, мне это, честно говоря, нравилось. В свой второй отпуск Зорченко пошел только в 95-м, когда его дочь уже в институт поступала. Да, представьте себе, у капитана есть взрослая дочь. И женился он очень рано. И счастлив в браке. Считаю, что мне здесь тоже повезло. Женился, в принципе, довольно рано, где-то в 22-м, на 23-м году. Вот. С женой сразу условились, что работа – это главное, семья – это, в общем-то, помогать должна работе. И вот, оглядываясь назад, и глядя вперед, и оглядываясь по сторонам, что называется, могу сказать, что очень-очень много хороших специалистов, помощников, штурманов, механиков, не сделало свою морскую карьеру только из-за семейных отношений. Жена условия жизни Николая приняла. Именно поэтому сегодня он капитан. И это именно под его руководством совершает свой кругосветный поход фрегат «Паллада». И странно даже представить, что все могло быть иначе. Жена ставит вопрос ведром. Надо расти детей, быть дома, помогать мне и так далее, и тому подобное. И человек, что называется, обдумав, взгрустнув, как водится, опустив голову и плечи, идет на берег искать какую-то другую работу. Хотя, в общем, к морю быстро привыкаешь, быстро привыкаешь к кораблю, к людям, к отношениям, к рейсам, к режиму морскому. И после этого уйти на береговую работу, чтобы сказать, да, я пойду как небезызвестный Остап Ибрагимович в домоуправо, или еще куда-то, и так далее. В общем-то, это надо, конечно, тоже и решиться, и так далее. Но флот потерял и продолжает терять вот из-за этих отношений очень-очень много хороших, ценных специалистов. К счастью, в жизни Николая Зорченко все сложилось хорошо. Он вообще счастливчик. Вот и на фрегат «Паллада» его именно счастливый случай привел. В 91-м году, совершенно случайно для себя, уже будучи в зрелом возрасте, мне было так, в 91-м 37 лет, мой товарищ, капитан «Паллады», «Паллада» только пришла во Владисоке, и шел во второй год, и он пригласил меня на должность старшего помощника капитана по учебной части. Ну, это работа штурманская, всегда требуется, чтобы диплом был минимум старпомовский, лучше капитанский, ну и так далее. Я согласился, поскольку, как специалист, хотел узнать, что такое парусный корабль, какие принципы движения, чем он отличается от хороших, нормальных, современных кораблей, к которым я привык. Оказавшись на «Палладе», капитан Зорченко, наконец, узнал, что такое парусный корабль. «Первый рейс в Америку показал, что, да, действительно, учебный парусный фрегат, это совсем не то, что современные, нормальные корабли, вот, последней четверти 20-го века. И принципы управления, и использование ветра, и использование подготовок, и методы подготовки курсантов, и к морской службе, и к жизни, они, конечно, здорово отличаются. Даже на самом большом паруснике кадет к морю гораздо ближе, чем на самом маленьком теплоходе. То есть, действительно, вся жизнь курсанта проходит на палубе, проходит в коллективе, в работе. Ну, далеко, чтобы не ходить за примером, сегодня спокойно, нормальная атмосфера, погода и так далее. Однако, мы сыграли два врала. Поставили паруса, убрали паруса. Когда плавание под парусами происходит, нормально, когда поймаем ветер, то такие вралы, они вообще-то круглые сутки идут». Сегодня, став капитаном фрегата, Николай Зорченко ежедневно с обязательной инспекцией обходит владение своим. «У меня сегодня контрольный обход в обмачке. Сегодня после обеда будут ранговые учения. То есть, все курсанты, которые пришли, они будут подниматься на ранговых. И к этому времени командиры басмана обязаны проверить всю оснастку, бегучий, стоячий токелаж, что всё это готово к приёму курсантов». Капитан несёт полную ответственность за всё, что происходит на корабле в рейсе. «Даже если на борту присутствует чин более высокий. Главный здесь – капитан». «Проверно, товарищ посол, дверь на мою лукомату, ничем не паузу на пригляд паллада, привод на борту, всё будет лучше. Экапитан корабля, слушай, пишет». Капитан – глава корабля. Он следит за состоянием корабля, экипажа, припасов. Кстати, об экипаже. Николай Зорченко очень хорошо знает, что как бы уверенно корабль не ходил, каким бы хорошим и надёжным он ни был, его таким делают люди. А потому, став капитаном парусника, команду свою ценит, и значимости её никогда не умаляет. «В целом, можно сказать, что экипаж корабля полностью отвечает всем современным требованиям и по управлению кораблём, и по содержанию, и в деле подготовки кадров». А если спросить Николая Зорченко, кто из специалистов наиболее ценным на палладе является? Он в каждом особую ценность найдёт. Вот, например, механик. «Корабль парусный, железный, и очень много, естественно, зависит от механиков, которых у нас тоже семь механиков, семь других специалистов машинной команды». Второй помощник капитана. «Никто не подменит и не заменит второго помощника капитана. У него вахта с нуля до четырёх утра, из двенадцати до шестнадцати. И ещё уйма работ по задержанию, например». «А что вы о Старбоме, Николай Кузьмич, сказать можете?» «В принципе-то на флоте всегда существует хорошее, нормальное правило. И чтобы замена у меня всегда была, и чтобы я на кого-то мог опереться, на своего ближайшего, вот кто за мной там по счёту помощника. В данном случае у меня сейчас старший помощник. Естественно, что и я в него вкладываю свои знания, все свои умения, которые сам знаю, обладаю и так далее, точно так же, как в меня, вкладывали. Таким образом, вроде как, отдаю дань». Николай Зорченко дань отдаёт. И щедро делится своими знаниями со всеми палладовцами, от Старбома до курсанта. Курсанты учатся, впитывают теорию, испытывают на себе все сложности практики и, конечно, мечтают стать капитанами. Капитанами фрегата, такими, как Николай Зорченко. А о чём мечтает сам капитан? Возможно, о четвёртом кругосветном. «Паруса по готовности!» «Волк борта права!» Это была история капитана знаменитого фрегата «Паллада» Николая Зорченко. Что дальше? Поживём, увидим. Впереди 218 дней кругосветного плавания и несметное количество новых, захватывающих историй. Вы смотрели «Вокруг света» на фрегате «Паллада». История о тех, кто приручил ветер и покорил воду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok